Химед, Калифорния Многие годы это захолустье неподалеку от гор Сан-Ясинта считалось задхлым болотцем для пастырской деятельности. Сюда приезжали любители жить на широкую ногу, они предпочитали, чтобы им никто не мешал. Но через это внешнее благополучие явно проглядывала его темная сторона. Проблемы общества имели порочное духовное основание. В долине процветала деятельность оккультных групп и различных культов. Культы были не единственной проблемой. На протяжении десятилетий пригород Химед контролировали молодежные группировки. Пастор Гордон Хьюстон является служителем церкви Ассамблеи Божьей в Сан-Ясинта, что расположено на той самой улице, которая стала родным домом печально известной банды Первой улицы. У нас есть дети, отцы и деды, которых выросли в банде Первой улицы. Так что, как мы видим, склонность к насилию передается из поколения в поколение. Район Первой улицы был настолько небезопасен, что полиция отказывалась ехать туда без дополнительной поддержки. Посреди ночи раздался телефонный звонок, было два или три часа. Гордон был первым, кому довелось встретиться с варварской жаждой разрушения этой группировки, когда однажды ночью бандиты вломились в его церковь. На полу внутри церкви была большая лужа крови. Просто огромная лужа. Там же полиция установила, кем было разбито окно. Это был один из членов семьи, живущий в доме напротив. Он же был главой криминальной структуры в Сан-Ясито. Долина Химед была крупным центром производства метамфетаминов. В этом районе работали как минимум девять лабораторий, чему способствовали сухой климат, уединенное местоположение и лояльность закона. Полицмены перевозили для меня наркотики в своих полицейских машинах. Сонни часто готовил в месяц столько метамфетамина, что его хватало на более чем миллион человек. Большая часть этого смертельного порошка вывозилась из города в грузовиках под видом гравия. Духовные преобразования начинались в Химеде нелегко. Ни семья Беккетов, ни семья Хьюстонов не были ревностными подвижниками. На самом деле я никогда не хотел жить здесь. Мы проживали в захолустье, в 30 километрах от ближайшего шоссе. У моей жены Сюзан и у меня постоянно было чемоданное настроение. Мы все время ждали, когда же Бог позовет нас уехать из этой долины. Когда Хьюстоны приехали в город, они даже не разбирали вещи. С нами в нашей малолитражке без кондиционера, с виниловыми сидениями был наш полугодовалый малыш. Мы проехались по улице, посмотрели на церковь и сказали, ну нет, спасибо. Бог обратился к нам однажды, и я услыхал, можешь ли ты провести в этой долине всю жизнь ради меня? Худшей перспективы для меня просто не существовало. Мог ли я провести всю оставшуюся жизнь в долине, которую я не люблю, до которой мне нет дела, и с которой у меня вообще нет ничего общего? Но Бог сказал, у меня есть план, который воплотится, если вы посвятите себя этой земле. Беккеты подавили в себе желание немедленно уехать из Химета и купили кладбищенский участок на окраине города. Я сказал, эта земля будет моей, пока не придет Господь. Я готов начать, и это мое посвящение. Исполненный обновленной ревностью о своем городе, Беккетт собрал в домике на горе несколько человек для поста и ночной молитвы. Эта ночь стала для них сильным переживанием. Мы поняли, что затронули нечто в духовном мире, и это нечто имеет значение для всей долины. То был момент, с которого наша духовная сила начала возрастать. Наблюдатели снабжали ходатаев информацией о проблемах, изъязвляющих общество. Люди, молившиеся в нашей церкви, начали использовать так называемую духовную карту города, чтобы точнее знать, о чем следует молиться. Если вы не знаете, где проблемы, ее трудно оценить. Духовное планирование дает нам точную информацию и знания. Если у меня есть данные о вещах, ставших духовными твердынями в городе, значит, Бог может указать, за что нужно молиться ходатаям. Они собирались и в бой. Вскоре молитва начала приносить впечатляющие плоды. Количество людей, вовлеченных в культы, уменьшилось до 0,3% от всего населения. Церковь саентологии существует до сих пор, но многие другие секты давно исчезли. Учебный центр трансцендентальной медитации, в буквальном смысле слова, сгорел. Вскоре после того, как верующие молились и просили Бога освободить город от этого влияния, на склонах гор начался лесной пожар. Он спустился в западную часть долины и сжег здание центра. Другие сооружения при этом не пострадали. Криминальные группировки – вторая часть нашей истории. Когда я начал работать в полиции, нам приходилось патрулировать главную улицу, где было больше всего баров. Мы ездили от одной драки к другой, задерживали бесчинствующих, и так было всю ночь. А сейчас совсем не так. Такого больше не происходит. Не так давно, во время утреннего служения, главарь банды Первой улицы ворвался в церковь Гордона Хьюстона. Я стоял и проповедовал. Тут заходит один из членов банды, весь в татуировках, и решительно направляется прямо в сторону кафедры. Я не понимал, что происходит, и продолжал проповедовать. Он подошел очень близко, взглянул на меня и сказал, «Я хочу спасти свою душу прямо сейчас». Вскоре все члены банды Первой улицы обратились к Богу. И первым внешним проявлением их нового образа жизни стало то, что они стерли все рисунки граффити со стен церкви. Мы молились и просили Бога, чтобы семьи этих ребят пришли ко Христу, чтобы дети освободились от наркотиков, и Господь спас их. И знаете, Он сделал это. Целые семьи, все дети, все до одного пришли, чтобы познать Господа. Они вышли из банды и бросили наркотики. Они и вправду изменились. Это прекрасно. По словам Сони, торговля наркотиками в Химете снизилась на 75%. Он считает это ответом Бога на молитвы христиан. Они заставили всю эту многомиллионную корпорацию бежать, как зайцев. Господь остановил Сони, когда тот собирался совершить убийство. По дороге на встречу с будущей жертвой, он вдруг почувствовал, что автомобиль потерял управление. Он въехал на парковочную стоянку церкви обители Боба Беккета. Я вышел из машины, а на заднем сидении остался пистолет с глушителем, прикрытый пледом. И я подумал, Боже мой, что я делаю? Кончилось все тем, что я вошел в церковь, и все изменилось бесповоротно, сразу и навсегда. Так началось возвращение Сони домой. Возвращение, которое, как он говорит, началось благодаря молитве. Если Бог смог так изменить меня, Он может сделать то же самое с любым человеком. Когда я был на грани, в городе молилось множество людей. Наркодельцы и бандиты были не единственными, кто покаялся в долине Химет. Посещаемость церкви стоит на отметке 14%, вдвое больше, чем 10 лет назад. У нас теперь верующий мэр, верующий начальник полиции, начальник пожарной части, глава администрации, все руководящие чины. Совсем еще недавно все говорили, я не знаю, как вы делаете эту работу, ведь вокруг такое противление. Я чувствую, что на это меня призвал Бог. Он не отстранил меня и не закрыл передо мной дверь. Наоборот, Он открывает двери для церквей и верующих, чтобы они встречались чаще. Теперь в нашем руководстве есть христиане, и их надо поддерживать. А как поддерживать? Только молитвами. Беккет подсчитал, что около трети местных юристов, а также учителя, спортивные инструкторы и директора большинства школ, теперь верующие. Более того, за последние несколько лет около 85% всех, кто устраивается на работу в школы, христиане. Бог перевернул всю школьную систему, и если раньше наши школы были посмешищем для всей округи, и никто не хотел отдавать своих детей в учебные заведения Сан-Ясита, то сейчас у наших учеников самый высокий уровень знаний и самый низкий коэффициент прогулов среди всех школ западного побережья Соединенных Штатов. Школа тесно сотрудничает со всеми сферами общества. Это духовное единство. Мы восстали против всех проявлений тьмы и поставили точку. Заявили, что намерены возрождать город. Это наша всеобщая цель. Между церквями долины нет больше раздора. Они объединяются. Теперь все церкви становятся строением из живых камней. Церкви не соперничают. Мы делимся друг с другом проповедническими кафедрами. Баптисты проповедуют у пятидесятников и наоборот. Так же поступают и в лютеранской, и в епископальной церквях. Это меняет жизнь церквей. Отдельные зерна стали частью одного хлеба. Не так давно несколько десятков церквей района Химед совместно спонсировали проект «Эшелон надежды», куда жертвовали пищу, одежды, медикаменты, тысячи горожан. Они принимали Божью любовь. Несомненно, это событие стало одним из самых впечатляющих в нашей долине за последние годы. И в этом суть церкви. Церковь – это не собрание сидящих в четырех стенах. Это те, кто приходит к людям и живет их жизнью. Покоренные таким проявлением любви Божьей, более трехсот человек отдали свои сердца Христу. Это было невероятно. Меня поразило количество людей, вышедших на призыв к покаянию. Такое невозможно для одной церкви. Потребовались наши общие усилия. Перед Богом я буду давать ответ не только за то, как я заботился о церкви, но и за то, как я заботился о городе. А теперь духовный облик нашего города полностью преобразился. Мы осознали, что нужно назидать людей, а не только строить здания церкви. Главное, чтобы распространялось Царство Божье. Химит – город далекий от совершенства и, вероятно, никогда не будет таковым. Но он определенно находится в процессе преобразования. Он преображается, и это уже не тот город, который мы видели прежде. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин